Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с разрушенного RAID-массива при поломке контроллера LSI 3081. Как известно, контроллер является важной частью системы RAID и отвечает за управление и обеспечение безопасности данных. Данная модель контроллера поддерживает интерфейс SAS 8 портов для подключения дисков, а также возможность работы с различными уровнями RAID, включая RAID 0, 1, 5, 6 и другие. Это позволяет создавать надежные и эффективные массивы хранения данных. RAID – это технология, которая позволяет объединить несколько физических дисков в единое логическое хранилище данных. Она предоставляет улучшенную надежность и в зависимости от уровня, скорость доступа или возможность восстановления данных в случае сбоев. Однако, несмотря на все эти преимущества, иногда могут возникать ситуации, требующие восстановления данных с RAID-массива. Это может произойти при аппаратных сбоях, ошибочных конфигурациях или других проблемах. В этом видео мы расскажем вам о том, как восстановить данные с RAID-массива в случае выхода из строя контроллера LSI 3081. Если ваш RAID еще в рабочем состоянии, перед тем, как начать процесс восстановления данных с него, очень важно создать резервную копию всех существующих файлов. Резервные копии помогут вам сохранить информацию в случае неудачного восстановления или возникновения других проблем. Также важным моментом будет изучение принципа построения RAID на данном типе контроллера. Сейчас мы разберем, как создать RAID первого и нулевого уровня. Для создания или изменения уровня RAID нужно войти в BIOS контроллера. Для этого во время загрузки нажмите сочетание клавиш Ctrl плюс C, после чего запустится Configuration Utility, где увидите модель устройства. Для начала настройки нажмите Enter. Откройте раздел RAID Properties, навигация с помощью клавиш со стрелками и Enter для выбора. Далее выберите нужный уровень RAID. В первой в списке это обычное зеркало RAID 1. Дальше улучшенное зеркало, дисковый массив от 3 до 10 дисков, включая два дополнительные горячего резерва RAID 1E. И третий в списке обычный страйк RAID 0. Выделите нужный и нажмите Enter для подтверждения. На следующем шаге отметьте диски, из которых будет построен массив. Для выделения нажмите пробел. В результате вы увидите предупреждение о том, что данные на диске будут удалены. Нажмите пробел еще раз для подтверждения. Отметив диски, нажмите клавишу C на клавиатуре. Создать массив. И на следующем шаге выберите пункт «Сохранить изменения» и выйти из этого меню. Enter. После начнется процесс построения и по завершению откроется начальное меню. RAID создан. Нажмите Escape для выхода из меню. Выйти и перезагрузить. Далее остается разметить диск, и он готов к работе. В том случае, если вы потеряли важные файлы при случайном удалении, форматировании дисков или потеряли доступ к дисковому массиву в результате поломки контроллера, есть несколько способов достать данные с дисков. При поломке контроллера первый метод восстановления данных – это подключение дисков к рабочему устройству. Для этого способа вам понадобится точно такой же контроллер или другой совместимый, с помощью которого вы сможете импортировать прежнюю конфигурацию RAID. В первую очередь, вы должны изучить данный вопрос и убедиться, что эта операция безопасна, не повредит данные. Так как неправильные действия могут окончательно затереть оставшуюся на дисках информацию. У нас на канале есть отдельное видео с детальной инструкцией, как перенести накопители на новый контроллер. Ссылку я оставлю в описании. Второй способ, который помимо поломки контроллера еще поможет при случайном удалении файлов – воспользоваться специализированной программой для восстановления данных с RAID. Одной из таких программ является Hetman RAID Recovery. Утилита поддерживает все популярные типы RAID, большинство файловых систем и различные типы построения массивов. Множество моделей RAID-контроллеров. Соберет из накопителей разрушенный RAID, и вы сможете достать из него важные файлы. Для восстановления данных вам потребуется подключить диски к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. При отсутствии на материнской плате достаточного количества SATA портов или разъемов питания, можно исключить один или несколько дисков из массива. Если это позволяет уровень RAID. В противном случае воспользуйтесь соответствующими переходниками и расширителями. Их примеры вы сейчас видите на экране. В моем случае программа отображает раздел с RAID нулевого уровня. Для подробной информации кликните по разделу правой кнопкой мыши и откройте свойства. Здесь предоставлена детальная информация о массиве. На вкладке RAID можно увидеть количество дисков, из которых он состоит. Для поиска файлов кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите открыть. Далее выберите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. В большинстве несложных ситуаций достаточно будет быстрого сканирования, это займет меньше времени. В итоге программа без труда справилась с данной задачей. Как видите, она в автоматическом режиме собрала разрушенный RAID нулевого уровня, который нельзя собрать с помощью операционной системы. В управлении дисками накопители данного RAID будут отображаться как нераспознанные или иметь статус RAW. Достать информацию без специальных программ не получится. Headman RAID Recovery нашла все файлы, которые хранились на дисковом массиве. Также здесь отображаются и удаленные. Они здесь отмечены красным крестиком. Выделите все, что нужно вернуть. И кликните по кнопке Восстановить. Далее укажите путь, куда сохранить данные. Диск, папку. И нажмите еще раз Восстановить. По завершении все файлы будут лежать в указанном каталоге. Если программе не удалось найти файлов с помощью быстрого сканирования, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файловую систему. Отметку поиска по содержимому для начала можно снять. Это ускорит процесс поиска. Если в таком случае нет нужных файлов, запустите повторный анализ с активацией функции поиска по содержимому. В том случае, если вы удалили файлы с рабочего RAID и вам нужно их вернуть, не обязательно отключать диски от контроллера и подключать напрямую к материнской плате. В данной ситуации достаточно просканировать дисковый массив. Программа определяет его так же, как и система, и вы с легкостью сможете восстановить из него случайно удаленные данные. Для этого запустите сканирование, как я уже показывал ранее, и восстановите удаленные файлы. При поломке контроллера с зеркальным RAID в некоторых случаях можно обойтись без сторонних программ для восстановления. При подключении дисков, из которых был собран RAID, система может распознать их автоматически. В таком случае вам нужно определить их управление дисками, открыть диск и скопировать нужные файлы на другой накопитель. Данный способ поможет вернуть файлы лишь в том случае, если RAID был собран на малом количестве накопителей. Если таким способом вернуть файлы вам не удалось, подключите накопители напрямую к материнской плате компьютера и выполните поиск с помощью Headman RAID Recovery. Программа, как и с любым другим типом RAID, соберут его в автоматическом режиме. Просканируйте диски и восстановите файлы. Итак, мы рассмотрели различные способы восстановления данных с RAID массива контроллера LSI 3081. Надеемся, что данная видеоинструкция поможет восстановить потерянные данные и вернуть работоспособность вашего массива. Важно отметить, что восстановление данных с RAID массива сложная задача, требующая определенных знаний и опыта. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это профессионалам, так как любой неправильный шаг может полностью затереть оставшуюся информацию на дисках. Чтобы предотвратить потерю данных, в будущем регулярно делайте резервные копии всех важных файлов и следите за состоянием вашего RAID массива. Рекомендуем также установить систему мониторинга, который будет оповещать вас о любых сбоях или проблемах с массивом, чтобы вы могли своевременно применить меры. И помните, что безопасность данных – это постоянный процесс. Обновляйте программное обеспечение RAID контроллера и операционную систему. Следите за новыми релизами и рекомендациями производителя. Это поможет обеспечить стабильную работу вашего массива и предотвратить возможные проблемы. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok